Вот она, очередная Рощинская яма, образовалась на пересечении улиц Островского и Политаева. Размеры весьма внушительные. Полтора на два и глубина около трех метров. Аварийная служба провала цепила весьма оперативно. Рабочих в округе мы не обнаружили. Буквально неделю назад на улице Пушкина произошел сильнейший прорыв теплосети, в результате чего пострадало несколько квартир. Их буквально затопило кипятком. И вот история повторяется. Правда, не так масштабно, но все равно приятного мало. Произошло повреждение трубопровода. В течение получаса силами предприятия тепловых сетей были предприняты все необходимые меры по локализации и отключению данного аварийного участка. На сегодняшний день силами предприятия проводятся работы по ремонту данного участка. Необходимо отметить, что отключенными от горячей воды остаются 17 жилых домов, детский садик номер 160 и детская поликлиника номер 5. Возобновление подачи горячего водоснабжения планируется 5 августа в 13.00. Буквально в 100 метрах от места провала расположилась яма побольше. Здесь она уже несколько дней. Судя по всему, выкопали ее для проведения плановых работ. Хотя у жителей близ лежащего дома мнение иное. По словам одного из жильцов, работы здесь проходят как раз таки аварийные. Дом 50 с лишним лет. Из них 40 с лишним заливаются водой. Прорыв водопровода, канализация или отопление. Полный подвал воды. Запах расходится по квартирам. На первом этаже магазин находится. Непременно у них запах присутствует. Мы уже замучились обращаться в ЖЭУ. Но никаких мер не принимают. Оказалось, что очередной прорыв трубопровода стал причиной уже привычного потопа подвала дома номер 3 на улице Островского. От вечно парящих болот под квартирами жить в доме стало непросто. Хотя бы потому, что обосновались здесь в основном пенсионеры. А такая влажность весьма пагубно влияет на их физическое состояние. Полный подвал воды. Слизень водится. Потом деревоточица залилась. В общем, крыс тоже бывает. Пройдя вглубь двора, наш сопровождающий Владимир вспомнил, что и тополя, вымахавшие выше крыши, никто ни разу не опиливал. А ведь мужчина сам, будучи совсем юным, высаживал молодые деревца. А теперь вот ждет, когда же одно из них упадет на его дом. Обращение какое сейчас к мэру города, например, мы передадим ему обязательно. Ну, к мэру города до каких пор будет твориться это безобразие, когда все-таки ЖЭО начнут работать. А началось все с того, что трубы не выдерживают напора воды. Потому что делают их такое ощущение, что из прессованных опилок. Вот так бывает, выйдешь на улицу с микрофоном яму поснимать, а возвращаешься с целым мешком человеческих переживаний.